Ешлану Сидра У нас есть серия проповедей И мы решили рассказывать про то, как наша община смотрит Но не такое сухое толкование Чтобы это было направление к получению информации и что-то оживляющее Сегодня позавчера Дима мне позвонил Дима сказал, мы хотим послушать, что ты нам скажешь про еврейское и не еврейское Каковы требования Бога к евреям и к не евреям И вы знаете, что этот вопрос очень часто задается за границей Не особенно часто у англоговорящих, но очень много у русскоговорящих И они не еврейские верующие часто спрашивают, каково наше место в теле Мессии Что вам как евреям нужно делать, а нам не нужно И что наоборот Здесь в Израиле меньше думают об этом Но из-за того, что мы в основном все вернулись из России Есть очень большое количество Которые по паспорту могут быть евреи Но мы совершенно потеряли нашу связь с традициями, с нашим евреев Возможно, некоторые, которые по крови не являются евреями, но вступили в брак с евреями И вместе со своими супругами Переехали в Израиль, так они спрашивают, как мне вести себя в свете всего происходящего Нужно ли мне делать обрезание своим сыновьям Нужно ли соблюдать кашрут И вообще, как я связан со всем этим Я думаю, что на такие вопросы стоит иногда давать ответ Потому что это обновляет в нас понимание, кто мы такие И то, что мы приехали из России Когда мы Когда мы нашли себя в других странах, в России И там мы потеряли всякую связь с Израилем и с еврейскими корнями Возможно, вы никогда про это не думали Но это одно из наказаний, которым Бог наказал Израиль И написано во второзаконии И вы можете прочитать, это начинается в 28 главе второзаконии И Бог сказал, что когда вы будете поклоняться идолам и забудете меня Тогда болезни и преследования и различные беды навалятся на вас И в глазах человека болезни и преследования Это самое ужасное, что может быть Но в списке наказаний Это только начальные вещи Написано там дальше, что вы убежите, будете изгнаны из этой земли И вас будут преследовать во все места, куда вы не пойдете И даже будут вас убивать Но даже это не самое страшное во всем этом списке наказаний Самое страшное в этом списке наказаний Бог говорит, вы забудете, кто вы и какому наследию вы принадлежите Вы забудете, что вы народ Израиля Это самое ужасное во всем этом списке И к моему большому И к моему большому сожалению Я часто встречаю людей, которые чистокровные евреи По маме и по папе Они вернулись в Израиль Шум мусак И просто понятия не имеют Шум кешер Никакой связи не имеют Каким-то образом Вспомнили, что они евреи Из-за того, что экономические проблемы Стали в той стране, в которой они живут Сегодня мы изучали недельную главу Толдот Я сказал, что там есть вопрос избрания Бог нас избрал Вернул нас корню Израиля Вернул нас в эту землю И дал нам Мессию Мы очень благословенные люди Просто помните об этом Но вспомните, что значит Во всех этих рамках Что это значит быть евреем или не евреем И сейчас я начинаю свою проповедь Ко всему этому вопросу Можно подойти с малой долей ответственности С таким, что мне без разницы Написано в Новом Завете Есть те, которые наблюдают дни И те, которые не наблюдают дни Вы можете сказать Я вот сижу в сторонке И ничего не знаю И знать не хочу Я получил Иешуа То, что я понимаю Нахожу правильным Я делаю Все остальное меня не интересует И есть, кстати, есть очень много людей Которые именно так себя ведут И проблема всех людей на этой земле Это эго Есть грешащее эго Ты сидишь в сторонке И все для тебя Это не очень Почитаемое место Я хочу воодушевить всех членов общины Шевер-Цион Не быть пофигистом Лучше делать ошибки И каяться И изменять свой путь Чем быть равнодушным человеком И нужно зайти внутрь Я уже много раз рассказывал Что этот мир разделяется На две части Первая часть называется Вавилон Или запутанный Те люди, которые сидят во тьме Мы читали рассказ про Вавилонскую башню И несколько недель назад Дима рассказывал про нее И тоже я говорил Что следствие многих падений Народ оказался в месте Которое называется Вавилон Когда они запутанные Когда они запутанные И не знают куда идти Это статус человечества Все люди не знают куда им идти Что есть правда И что не есть правда Они отдаляются от Бога Они поклоняются идолам И они забывают истину И святые писания называют Это состояние тьмой Если вы хотите еще раз прочитать Об этом То это Об этом написано В бытие 11 главе Но во всем Танахе Говорится об этом Исаия говорит Тьма и туман покрыли народы А на тобой высияет Господь Помните это место Мы понимаем Что в бытие в 12 главе Когда все народы были во тьме Бог избрал Авраама И он говорит От тебя я произведу народ Который будет цветом Для всех народов То есть есть Вавилон И есть Израиль Вавилон это тьма И Израиль это свет Я не говорю сейчас Об отдельных людях Потому что грешники были И в Израиле И праведники были в Вавилоне Но в принципе В большинстве своей массы Все народы во тьме А Израиль через Авраама Ицхака, Якова и Моша Получили свет Хоким Законы Обитования Пророчества И будущее пророчество Мы видим такую картину Вавилон Или и анти-Вавилон Который есть Израиль И цель Израиля Бороться с Вавилоном И переводить людей На сторону света И Шауль И Шауль Говорит об этом В послании Колоссянам Силою Мессии Он говорит Это язычникам Вы перешли От тьмы В свет И он не говорит про грех Но он говорит про место Куда перешли И также в римлянам 11 главе Он говорит Вы были дикой маслиной Тьмой И привились к той маслине Природной Которая находится Это вся идея Свечерных Писаний Здесь мы видим Кое-что Кто-то с нашей общины Работает в компании Сетевой Такая как Пелефон Или Орэндж Ход Кто-то работает Кто-то Кто в банке работает Я сейчас объясню Почему я спрашиваю Когда ты работаешь В компании Пелефон У кого есть Селком Поднимите руку Вы заходите Ваше отделение Вы видите Всех сотрудников Которые Одеты в униформу Чёрно-белая У них здесь Табличка Селком Или другая фирма Неважная Есть ли им Сигнон Как они Медобри Митхем Все разговаривают Одинаково Потому что Они прошли Учобу Они знают Что нельзя Кричать Нельзя разговаривать С одним и тем же Человеком Больше чем Пять минут Когда они Забивают Твои данные У них Есть вся Информация О тебе Когда ты Когда-то Кричал По телефону Уже написано Что ты Скандалист Они про тебя Все знают Но у них Есть определенная Форма Как они С тобой Разговаривают Потому что Они прошли Специальное Обучение То же самое Когда Авраам Ицхак Яков И последующие Поколения Подписали Договор С Богом Бог сказал Теперь Вы Принадлежите Мне И Он Дал им Образ жизни И Он Дал Израилю Некоторые Вещи И некоторые Настолько Отличаются От Привычек Для всего Мира Не для того Чтобы им Сказали Вот Вы Лучше Чем Другие Но Сказали Что Вы Отличаетесь От Других И Поэтому Вавилон Это Определенный Образ Жизни Есть Израиль Который Совершенно Другой Образ Жизни Если Мы Говорим Согласно Священным Писаниям То Что Отличало Израиль От всех Народов Во-первых Когда Мы Провозглашаем Молитву Мы Говорим Слушай Израиль Господь Бог Твой Бог Един Есть Не Бог Един Который Сотворил Все Второе Что Мы Понимаем И Что Отличает Нас Наш Статус И Наша Униформа Это Отношение К Греху И Священные Писания Точно Говорят Нам О том Что Хорошо И Что Плохо Для тех Которые Принадлежат Израилю Тех Кстати Которые Принадлежат Вавилону Народам Список Намного Короче Например Когда Бог Говорил С Израилем Про Грех Он Даже Грех Разделил На Уровни Серьезности Он Разделил Грех Вина И Преступление Это Все Уровни Которые Мы Как Народ Израиля Должны Понять Для Того Чтобы Опасаться Для Того Чтобы Предостеречь Себя Для Сигнон Хаим Ах Что Зоре Ор Л Ах Рим В Нот Догма Това Для Того Чтобы Жить Таким Образом Жизни Который Светит Светом Другим Людям И Дает Пример Бог Также Дал Народу Израиля Обрезание Есть Другие Люди Не Евреи Которые Тоже Иногда Делают Обрезание Но Первое О чем Мы Читаем В Танах Авраам Принял Это Повеление И Бог Дал Еще Дополнительную вещь Он Дал Нам Десять Заповедей Он Говорит Что Хамурапи Это Другая Народность Хамурапи Есть Такой Список Законов Которые По Очень Похожи На Десять Заповедей Но У нас Оно Немного Изменено Почему Оно Другое Потому Что Мы Другие Будьте Отличайтесь От Других И Какое Слово На Иврите Отличается Кадош Кадош Будьте Святыми Святой Это Не Означает Что У Тебя Ним Вокруг Головы И Крылышки Растут А Это Тот Кто Отлич От Других И Бог Сказал Про Нас Избранный Народ Избранный Это Что-то Драгоценное Которое Ты Полагаешь Возле Своего Сердца Народ Израиль Поэтому Народ Израиля Находится Возле Сердца Бога И Бог Сказал Люди Могут Жить Там Где Они Хотят Но Народ Израиля Где Он Повелел Жить В Уганде Нахон Рצу Каха Ле Хрех Отану Ле Ганда Леху Ле Ганда Хотели Нам Дать Израиль В Уганде Сказали Дадим Много Денег Идите В Уганду Пццца Атомную Бомбу Тоже Мы Сказали Нет Мы Хотим И У Нас Нет Атомной Бомбы Жертвы Система Жертвоприношения Это то Чем Бог Отделил Свой Народ От Других Народ Отношения К Ближнему Своему Я Хочу Одолжить Деньги Сергею Без Процентов Ле Мистер Джону 10% Когда Мы Мет Йехас Внутри Нашего Народа То Отношение К Нашему Народу Должно Отличаться И Также Брак Там Девушка Может Спать С Десятью Парнями А потом За Одиннадцатого Выйти Замуж А здесь По-другому Написано Сохрани Свою Девственность Вопрос Чистоты Оскверненный Или чистый Это очень Серьезная Тема В священных Писаниях Начиная С Чистоты Физической Очень Много Повелений По-поводу Очищения Изливания Семени И так Далее И Потом Говорится Про Очищение Когда ты Прикоснулся К прокаженному Или к мертвому Есть Коль Много Разных Законов Которые Деляют Народ Израиля От Других Народов И Вот Пришел И Есть Такое Мнение И Эти Мнение Возникли Из-за Различных Переводов Когда И И И И Отменил Всю Эту Разницу Между Израилем И Другими Народами Я Хочу Сказать Извините Но Это Ерунда Это Просто Глупости И Первый Из Верующих Народ Израиля Когда Они Начали Поклоняться Богу Через И Шуа Они Отменили Только Две Вещи Они Отменили Жертвоприношение Потому Что Совершилась Уже Совершенная Жертва И Они Отменили Священство Священников Потому Что Пришел Совершенный Первосвященник Остальное Осталось Как и Было Почему Потому Что Все еще Есть Разница Между Израилем И Вавилоном Но Потом Увидели Динамика Шуна Ба Улам Кул Во Всем мире Другую Динамику Многие Не Евреи Стали Приходить К Вере И Первые Верующие Столкнулись Вопросом Что Делать Со Всем Остальным И Вначале Начали Просто Всех Проводить Через Еврейство Но Потом Они Поняли Что У них Сил Не Хватит Всех Обратить Евреев Объяснять Научить Делать Всем Обрезание Это Начался Дурдом И Написано В Деяниях 15 Главе Что Собрались Апостолы Все Евреи И Молились Они Услышали Разные Мнения И В Деяниях 15 Главе Написано Что Встал Яков Физический Брат И Написано Что Он Исполнив Святого Духа После Того Как Они Все Рассуждали Он Сказал Он Сказал Что Мы Не Будем Налогать На Не Евреев Всю Тую систему Которая Дана Израилю Мы Попросим У них И Написано В 15 Главе С 19 По 21 С Что Вам Нужно И Оставить Долопоклон Полностью В Те Дни Когда Ты Шел На Рынок Тебе Там Продавалось Мясо То Мясо Которое Не Принадлежало Идолу Стоило 20 Шекелей Килограмм Мясо Которое Было Принесено В жертву Идолу Масшу Тов Ютер Более Качественное Мясо Более Нежное Мясо Стоило 50 Шекелей Килограмм Потому Что Это Более Освещенное Мясо Оно Уже Астарте Или Ваалу Или Кому То Еще Принадлежало Идолу 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 Покупайте Нейтральное Иногда Удавливали Животное Для того Чтобы Получить Три Звезды Мишлей Это Хороший Ресторан Любили Мясо Готовить С кровью Но В Торе Написано Что Душа Живет В крови И тогда Сказали Всем народам Вам И это Нельзя И сказали Так же Народам Отношения Перед Браком Если Вы Верующие В Йешуа На Основании Закона Моисея Такое же Должно Быть У вас Как У Народа Израиля Как Шана Женеться Один раз На всю Жизнь Эфраим Китамид Моцет Не Мохлепим Мехаским Мехачим И каждый Год Укрепляют Свой Брак Укрепляют Мамаш Мехаским Укрепляют Нам Нужно Год За Годом Укреплять Свои Браки Я Смотрю На Свою Жену И Говорю Какая Она Красивая И Утром Говорю Какая Ты У Мехасим И Она Говорит Прекрати Я Говорю Почему Это Я Должен Прекращать Мы 26 Лет Вместе Я Думаю Что Это Руководство Святого Писания Когда Мы Укрепляем И Обновляем Свои Отношения В нашем Браке У Народов Тогда Не Было Это Очень Важно Сейчас Гомосексуальные Отношения Все На Открытом Уровне 20 Лет Назад Они В Шкафу Сидели Еще Да Это На Еврите Есть Такое Выражение На Еврите Говорят Вышел Из Шкафа Это Когда Ты Другим Людям Открыл Себя Что Ты Гомосексуалист Но 20 Лет Тому Назад 2000 Лет Тому Назад И 2500 Лет Назад И 4000 Лет Назад У Язычников Все Было Допустимо И Все Было Смешано И Когда Огонь Пожирал Содом И Гомору Говорят Что Это Не Из-за Греха Содом Или Гомосексуализм Но Из-за Того Что Они Гордились Перед Другими Народами И Не Миловали Людей Которые Нуждались Помощи Через По Всему Миру У Всех Язычников Это Было Очень Часто Явление И Поэтому В Деяниях Написано Что Если Вы Пришли К В В Ешу То Вы Должны В В Этом Быть Как Евреи Поэтому В Римской Империи Когда Преследовали Христиан Они Говорили Что Вы Народы Стали Как Евреи И За Этому мы вас преследуем. И еще, что попросил Дух Святой устами Якова, он говорит, вы должны к ближнему своему относиться как евреи. Не лгать, не красть, не причинять зла. Но вся эта система полная, освящение и кашрут, вы от этого свободны. Даже обрезание вам не нужно делать. Согласно истории, историкам, в первой церкви или в первой общине и евреи и не евреи это очень хорошо поняли. И сохраняли эту разницу. и пытались уважительно относиться друг к другу. Даже кое-что я вам еще скажу. есть очень много исторических рассказов, когда до 4 века большинство верующих, которые не были евреями, праздновали еврейские праздники. и это была часть культуры верующих вешуа. Но потом антисемитские отцы церкви и хризу аннафима. Вы знаете, что это аннафима? Провозгласили аннафиму. Проклятие. херем леэле ше мамшихим лишмор хагим о муадим яхудим. которые продолжают праздновать еврейские даты и события. И где-то с 4 века в среде верующих вешуа, которые не были евреями, начали заменять хагим яхудим ле хагим паганим. еврейские праздники языческими праздниками. И тогда в культуру зашли Рождество и Пасха и все остальное. Но как мы сегодня живем со всем этим? Я хочу сказать как мы на это смотрим. Если ты живешь в Россейне еврей должен оставаться евреем и если ты еврей в еврейской мессианской общине или ты еврей в церкви так очень хорошо если ты будешь оставаться евреем со всем твоим списком. Если ты не еврей и ты живешь в другой стране то ты не связан кашрутом обрезанием и праздниками еврейскими. Но если ты не еврей живешь не в Израиле но считаешь себя членом еврейской мессианской общины или ты в браке с евреем тогда написано что еда пусть моя еда не соблазняет брата моего. будь как еврей это предпочтение а теперь мы переносимся в Израиль если ты еврей особенно если ты мессианский еврей поэтому все что Бог повелел нашему прадцу Аврааму это интегральная часть нашей жизни и очень хорошо жить по закону а если ты не еврей и ты живешь в Израиле два раза тебе нужно подумать когда ты заходишь кешет тамим и подумать какое мясо тебе купить хорошее или плохое я имею ввиду телятину или свинину я вам скажу не надо туда заходить вообще некоторые говорят туда вообще не надо заходить я говорю мне это не очень мешает но мне мешает когда верующие покупают то что Библия запрещает если ты как не еврей приехал и живешь в этой стране то есть очень точное обязательство пришельцу который живет в земле Израиля будь как туземец как тот кто живет в этой стране как тот кто здесь родился и соблюдаете слова я не верю в такую глупость что если ты поел свинину то ты попадешь в ад но подумай два раза о твоем свидетельстве для людей которые вокруг тебя и особенно о тех неевреях которые присоединились к мессианской общине в земле Израиля я думаю что священные писания криком нас обязывают исполнять к тому чтобы мы очень серьезно с большой ответственностью отнеслись ко всем требованиям к народу Израиля ради правильного свидетельства ради того чтобы наши слова не отличались от наших действий Yeshua сказал в свое время своим ученикам если ваша праведность не будет примером то все напрасно вы поняли меня как так мы смотрим на этот вопрос здесь нужно ли нам уподобляться раввинистической системе я так не думаю но есть библейская система очень ясная это чисто это нечисто это это кошерно это не кошерно это делать а это не делать и делать обрезание своим сыновьям есть люди которые говорят если я буду обрезать своего сына то я нарушаю завет смеси Yeshua я могу привести примеры из нового завета что ты ничего не нарушаешь сам прошел обрезание Тимофей который не был обрезан в детстве Павел провел его через обрезание потому что он соединил себя к народу Израиля праздники Песах Шавуот Шаббат Сукот все эти вещи интегральны для жизни еврея если Надя в садике в детском после того как она здесь поклонялась в Шаббат и потом прикоснулась к деткам и передала им это помазание Святого Духа Многие работают в субботу. Я не говорю про медицинских работников, которые связаны со спасением жизни. Спасение жизни превыше всего. Но если тебя обязали работать в субботу, молись, и Бог тебе покажет путь, как не делать этого. Я могу даже сказать более сильно, сделай шаг веры и оставь такую работу. И Бог тебе даст работу, где не надо работать в шабах. И благословение от этого. Лепעמים. ولепעמים, לא. Ты любишь сала с чесноком? Ты любишь сала с чесноком? Их сала в Аббрид? Их сала в Аббрид? Шуманс хазир? Ло. Их? Кенен? Хелев. Ло шумея. Хелев. 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 Ядайте, что это не сала. Нашему народу тоже нравилась египетская еда. Но в один день они оставили это. И пережили присутствие Господа в облачном и огненном столпе. Я хочу завершить такими словами. Когда народ Израиля зашел в Аббитованную землю, они остановились возле шхема. Там есть две горы. Гивал Гивал Благословение на исполнение закона и проклятие на его нарушение. В Ахарках это Амирак Азот Тифхар Тов. И потом он сказал Избери жизнь. Тифхар Хаим. Избери благо. Зачем тебе умирать? Зачем тебе подвергаться наказанию? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok